Всем миром спасали ястреба, серийный похититель, охотник за шлагбаумами и неправильный автостоп. Привет, друзья! Эксклюзивы и неподдельные эмоции в месте происшествия. Расскажем о событиях города и области. Все то, о чем вы спрашиваете, в том числе и в соцсетях, в наших пабликах ВКонтакте, в Телеграм-канале и так далее. Каждый день новые видео. Что называется, всем двором и не только спасали огромную хищную птицу на Октябрьском проспекте. Жильцы замесили раненого ястреба-тетеревятника и обратились к властям. В спасение Пернатова поучаствовал даже глава городской администрации Вячеслав Семаков. Он позвал на помощь волонтеров из Большого Гнезда. А те забрали хищника в Центр реабилитации животных. Обо всем подробнее в моем репортаже. Жильцы обнаружили ястреба-тетеревятников своего рода клетки на территории газовой распределительной станции. Жилец дома напротив Анастасия сначала не поняла, кто это. В окно увидели птичка сидит в газовой будке. Непонятно, какая птичка. Что-то то ли сова показалась огромная. Так присмотрелась, видно, что хищная птица какая-то. Сверлилась, прыгала, но видно, что лететь не могла. Что значит, что-то сверли. Мама Анастасии Тамара позвонила в администрацию города. Там обещали помочь. Она не знала, куда обратиться. Там звонила в разные структуры. Никто не мог помочь. У меня хорошее взаимодействие со всеми общественными организациями. В том числе и Большое Гнездо. То есть я буквально в течение двух минут с девушками созвонился. И в течение получаса девушки приехали и забрали птицу. Раненая птица не могла летать, но даже в клетке поймать ее было непросто. Задача номер один – не дать ястребу выбраться из клетки. Нет, контролируйте вон ту щель и вот эту щель. Просто пугайте ногами. Здесь пугать, да? Здесь что-то помогать, пугать. А вы здесь. Вы мне потом фотоотчет Симакову отправите на одну. Вот тут вот огромная щель, просто, что ногами. Мне здесь постоять? Да, там. Мне постоять. Затем птицу необходимо было обездвижить. Сачок-то серьезный. Дело не сачки, дело, что специалист. Да. Сачок можно только, чтобы кипа ограничиться. Да, на голову накинуть. Да. Все. Ястреба осмотрели и, кажется, у него серьезные проблемы со здоровьем. Ой, ястреб. Вы так удивлены или что это у вас? Нет, все плохо. Почему? Скорее, панамкой. Крошу в рту. Одышка, кровь в ротовой полости и, возможно, внутреннее кровотечение. По словам директора центра «Большое гнездо», ястреб мог во что-нибудь врезаться во время миграции. Совершенно здоровые птицы редко врезаются. Обычно они уже чем-то поражены геминтами или инфекциями. Это все дело усугубляет, скажем так, ориентирование. И вот птица может влететь на всей скорости в какую-нибудь поверхность бликующую или прозрачную или в тонкую, например, провод. Для птицы подыскали подходящую коробку. В ней хищника перевезут до центра реабилитации. А такая коробка подойдет? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Сначала рентген и исследование анализов, потом лечение и реабилитация. По словам Гузеля, на это может уйти от двух недель до нескольких месяцев или даже лет. Уже здоровые птицы необходимо будет, что называется, разлетаться для того, чтобы вернуться в дикую природу. Пусть птичка живет и всех радует дальше. Вы очень понимаете, что есть такие люди, которые хотя бы не страдают. Сергей Пичугин, место происшествия. Одни спасают птиц, другие дома и людей в поселке Куменые. На улице Набережной сотрудники МЧС тушили баню, а спасли жилой дом. Пламя перекинулось с одной постройки на другую, но пожарные смогли остановить огонь. В итоге жильцы не остались без крыши над головой. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в бане. Этой осенью программе «Место происшествия» исполняется 15 лет. Сейчас редакция готовит документальный фильм о проекте. Как выяснилось, программа смотрит не только в Кирове, но и в Ульяновске. Например, преподаватель Ульяновского государственного университета кафедры уголовного процесса Александр Тещин однажды приехал в гости к бабушке в Киров и теперь постоянно смотрит «Место происшествия». С точки зрения профессиональной, мне интересно, как работают сотрудники полиции, фиксируя правонарушения. Хочется отметить высокопрофессиональную работу операторов и ведущих программы с чувством юмора, а в некоторых случаях с легкой долей нужного в этой ситуации сарказма. Они довозят все самое интересное до сведения жителей региона. Продолжение следует... Фильм «На месте происшествия» выйдет в эфир этой осенью. Вы это точно не пропустите. Владельцы магазина оптики на Октябрьском проспекте разыскивают ловкого посетителя и его приятелей. Пока два друга отвлекали продавца, третий шустеро взял оправу для очков и устремился на выход. Ущерб составил около 10 тысяч рублей. Написано заявление в полицию. Через три часа после кражи в оптике криминальная троица пришла в магазин на улице Ленина. Схема была прежней. Двое отвлекали продавца, а третий воровал. В этот раз злоумышленника охватила жадность. Он схватил шесть коробок с наушниками и побежал. По дороге часть похищенного выпала на лестницах. Их на обратном пути подобрали подельники подозреваемого. Ущерб превысил 30 тысяч рублей. Если вы узнали молодых людей на видео, напишите к нам в редакцию. Полуночная прогулка по парковке на улице Чапаева закончилась кражей колпаков. Неизвестный мужчина с сумкой шел мимо автомобилей и за минуту снял с дисков Ниссана Тирана четыре декоративных колпака. А потом скрылся. Владелец авто обратился в полицию. По его словам, ущерб составил 6 тысяч рублей. Если вы знаете, кто совершил это преступление, напишите или позвоните к нам в редакцию. Чем ему помешал шлагбаум? Этим вопросом задаются жильцы дома номер пять по проспекту строителей. Один из шатающихся приятелей шел по двору. И вместо того, чтобы обойти дорогостоящее препятствие, просто продавил, сломал и уронил стрелу шлагбаума. Им может и весело, а расходы на новый шлагбаум лягут на жильцов. По крайней мере, пока хулиганов не поймает полиция. На улице Потребка операции столкнулись КАМАЗ, прицепом и Тойота. Больше информации об этом и других ДТП за сутки в нашем обзоре. Авария произошла 22 августа в 9.30 утра рядом с домом 19-1 по улице Потребка операции. Столкнулись КАМАЗ, прицепом и Тойота. Водитель иномаркет травмировался и обратился за помощью медиков. Еще один шофер на КАМАЗе стал участником ДТП в Кирово-Чепецке на улице Луначарского. 32-летний водитель грузовика наехал на 74-летнюю пенсионерку. Пострадавшей вызвали бригаду скорой помощи. В Кирове на Октябрьском проспекте произошла авария с участием общественного транспорта. Возле троллейбусного парка в салоне автобуса «Лиас» упали и получили травмы две женщины 27 и 43 лет. На место аварии выезжали медики. Сергей Пичугин. Место происшествия. Ну а теперь топ народных видео. Как маленькие дети повели себя двое нарушителей, когда пересекли сплошную линию разметки. Один из них решил обогнать всех на перекрестке, а второй за ним повторил. Дурной пример заразителен. По встречной полосе, как по своей, проехал водитель Калины и едва не спровоцировал аварию. Нарушителю повезло, что удалось разъехаться с владельцем регистратора. Сегодня удача улыбнулась, а завтра может не повезти. Сразу двух любителей красного сигнала светофора зафиксировал владелец регистратора у поворота на Радужный. Сначала нарушитель на кроссовере устроил фальстарт, а потом велосипедист не посмотрел на светофор. Бах, и медленно-медленно куда-то покатились. Что, ручник не держит? Или нога устала на иномарке? Велосипедист ехал-ехал и решил он немножечко сократить прямо перед машиной и передо мной. Такую светофорную болезнь вылечит только внушительное ДТП. Вынужден был заехать за двойную сплошную линию разметки. Водитель машины с камерой на улице Карла Маркса. На оживленной дороге он повстречал звезду кировских дорог Ольгу. Возможно, она мечтает совершить путешествие автостопом до Петропавловска-Камчатского. Но в таком случае для этого она использует не тот палец. Спойлер. Чтобы ездить автостопом, нужно поднимать большой палец вверх, а не средний. И на этом у нас все. Ждем ваших реакций и комментариев под нашими постами. А если вы сняли что-то интересное, присылайте видео по этому номеру или почте. Остерегайтесь телефонных мошенников и пьяных водителей. До свидания. Продолжение следует...